Здравствуйте! И снова в эфире из-за студии имени Степашкина. И я преподаватель живописи Ештакова Евгения Владимировна. И сегодня мы с вами продолжаем тему весны, тему цветения. И напишем вот этот замечательный букет сирени. Запасайтесь терпением, потому что урок будет у нас довольно продолжительным. Но я очень надеюсь, что он будет вам интересен и полезен. Итак, с чего же мы начнем? А начнем мы с внимательного рассматривания нашего с вами букета. Что же из себя представляет гроздь сирени? Вы знаете, ну, во-первых, скажу вам, что соцветие сирени с чем-то сходно с виноградной гроздью. Такая же веточка центральная, сейчас мы рассмотрим. Такая же центральная веточка, вот она. Такие же палочки, маленькие веточки, вернее, вот эти отходят от центральной, вот этой ветки. И на каждой вот такой вот маленькой веточке помещается цветочек. И поэтому, для чего я это говорю? Потому что многие пишут сирень как такой вот монолитный такой цилиндр, ну, немножко искаженный такой конусно-цилиндрической формы. То есть без учета того, что все-таки это не совсем конус или цилиндр, все-таки он состоит вот из таких вот отдельных соцветий, которые соединяются общей такой вот скелетной палочкой. Веточкой, извините, пожалуйста. Вот, еще на что следует обратить внимание. Как правило, если мы пишем такую вот свежую сирень, только начало цветения, у нее будут и распустившиеся цветочки, они, как правило, находятся в середине и ближе к основанию гроздья. А бутончики, вот смотрите, вот они такой интересной формы, будут у нас с вами на конце каждой грозди. Чем свежее букет, чем вы его сорвали, прям если только в начале цветения, тем больше будет вот таких вот бутончиков. И это делает букет таким вот очень юным, таким свежим, пахнущим. Поэтому старайтесь все-таки, если собираетесь писать сирень, срывать ее не совсем такой вызревшей уже в конце своего цветения, а все-таки такой еще юный в начале цветения, где достаточно много вот таких вот бутончиков. Можно начать с карандашного наброса, потому что все-таки у нас достаточно сложная композиция. Наметить, где у нас будут центральные грозди, где у нас будут грозди периферические. Наметить в целом, как у нас композиционно будет располагаться этот букет. Ну, можно начать и сразу краской. Можно наметить краской. Кто пишет маслом, это не... Вот этот вот урок, не обязательно урок по акварели. Просто суть будет одна. И техника, структура написания сиренья, анатомия сиренья, она же одна. И поэтому не важно, чем вы пишете, маслом, акрилом, темперой. Главное правильно передать объем. И в этом объеме правильно показать детализацию. Потому что вот в чем основная ошибка художников в том, что одни художники слишком обобщают. Просто пишут вот такой вот конус сиреневый. Вообще не детализируем. А другие художники начинают вырисовывать каждый цветочек. И если художник еще не очень опытный, то в первом случае получается не сирень, а набор геометрических форм. А во втором случае получается дробная форма, состоящая из такой шуршащей массы. Поэтому тут важно соблюсти золотую середину. Нам обязательно нужно показать объем каждой грозди. Обратите внимание, да? Свет у нас из окна идет. Вот светлая часть. А вот эта часть в тени. Если мы начнем сильно увлекаться детализацией, мы можем совершенно потерять тень и свет и тень сделать одного и того же тона. И грозь будет необъемной, плоской. Поэтому очень важно показать в тени более темный дать тон и в свету более светлый тон. И еще одно важное замечание, которое я вынесла из собственного опыта. Не все художники со мной согласны. Ну, это лично моя точка зрения. В некоторых учебниках вы можете встретить свое. В свету мы детализацию делаем более подробной. То есть прописки все вот эти, цветочки, тычиночки может кто-то увидеть или еще что-то. Мы делаем в свету. А тень решаем более обобщенно. Это только мой опыт. Некоторые художники со мной не согласятся. Говорят наоборот, что в тени важна более детальная прописка. Для меня важно показать более сильную детализацию в свету. А тень я увожу, делаю ее более размытой, более формальной. Здесь мы будем делать именно так. Итак, приступим. Как говорил мною глубоко уважаемый акварелист Сергей Николаевич Андреяко, начинать любую композицию надо с самого главного. Я с ним абсолютно согласна. Поэтому, что у нас самое главное? Какие грозди у нас будут центральными, а какие будут на подпевках? Это мы с вами сейчас должны решить. Итак, рассмотрим. Ну, я думаю, самые основные грозди у нас будут вот это. Вот она такая в центре. Да? Вот она центральная гроздь. Она так к нам даже развернута. Вот это. А потому что она прям вылезает на зрителя. Ее невозможно списать. Она тоже на главных ролях. И вот это, так как тут побежал такой очень красивый свет, в контрасте вот с этой тенью, он наиболее сильно выделяется. Вот этот вот свет сиреневый. Сиреневый туман. Дымка такая сиреневая побежала. И вот эта вот гроздь мне очень нравится. Наверное, вот так вот сильно детализировать, как вот этот основной момент мы не будем. Но тем не менее, что мне здесь нравятся? Вот эти вот бутончики. Вот мы их видим. Они прям очень хорошо видны. Особенно вот кошечку мы уберем под конец. На фоне, на белом, на белом фоне подоконника они прям вот заиграют у нас. Так немножко расфокусировалась. Итак, начинаем с прорисовки основных моментов. Они у нас и будут практически в центре. Вот эта гроздь. Где-то здесь. Вот эта. Вот она. Даже немножечко опустим. Вот эта. Вот эта. Тут пойдет вот эта. А здесь уже пойдет мелодия на затухание. И уведем в тени. Оставим лишь несколько вот таких вот сиреневых искорок, которые будут у нас из этой тени немножечко посверкивать. Сверкание. Посверкивать. Не знаю, как сказать. Сверкать. И так. Буду еще вот здесь вот пользоваться. Вот этим пространством, как палитры. Потому что много замесов надо будет сделать. И стараемся так же, как и в яблоньке, то набирать сразу, чтобы не затягивать работу и 10 раз не возить по одному и тому же месту. И так свет. Так. Вот эта вот гроздь у нас сейчас пошла. Она практически у нас будет по центру. Пока наметим. Свет нам важно сейчас просто накидать. Такие. Массы. Хорошо. Вот это вот гроздь. Вот это вот. Сейчас мы наметим. Вот она вот сюда убежала. Нашка. Форма у нас, может быть, не совсем будет совпадать с тем, что мы имеем в натуре. Но в таких для меня полевых условиях, когда я рисую, глядя в монитор записывающего устройства, это, в общем, простите уж. Так, вот эта вот гроздочка. Сильнее темним, потому что потом будет... Кто пишет масло, может темнить столько, сколько хочет. Потому что масло перекроется. А вот кто пишет сейчас о форелию, стараемся сильно не... Вот она, где киска сидит у нас, вот эта вот гроздь. Стараемся сильно пока не набирать тон. Потом мы будем его набирать. И будем стараться набирать его достаточно плотно. Вот эта верхушечка, которая у меня, к сожалению, не влезла. Ну вот, вот так вот. Пока одинаковые, особо не в живопись, не вдаемся пока. Как я на мастер-классах говорила. Да, самым светлым тоном сначала работаем. На мастер-классах активное долголетие. Берем самый светлый тон и заливаем всю форму наиболее светлым тоном. Дальше у нас идет вот такая большая масса. Прям смело, не боясь ничего. Не то, что залезем мы на зеленый. Это... Так можно и в масле сделать, в принципе. Прям заливаем. Можно подмочить немножко. Сильно мочить не будем, чтобы не текло. Можно подобрать копельки, можно не подбирать. И прямо красиво у меня краски, номера. Все вы видите этих красок. Можно посмотреть название. И в масле тоже эти же... Можно просто... Не Невская палитра, там акварель номер 621, например. Да, и посмотреть, как называется мастер-класс. Это тоже несколько палитр. И приблизительно эта же краска, но под другим номером. Будет и в масле. Я, к сожалению, название всех красок не очень хорошо знаю. Но это не суть важна. Какой-то хинокридон, по-моему, фиолетовый, там... Что-то в этом роде. Так... Раз... Раз... Достаточно тут можно плотно. Потому что... Ну, вот. Основной наброс мы сделали. И сейчас немножечко... Можно еще тут... Ну, тут можно в этом месте вот эти вот грозди. Можно добавить уже чуть позже. Единственное, я бы сделала вот это пятно. Достаточно темное оно. По... Ага... И теперь можно поработать с зеленкой. Вы знаете, повнимательнее рассматривая. Листочки сиреней. Я поняла, что не совсем правильно писать их чисто зеленой краской. Либо... Сейчас я сорву. И покажу вам поближе. Посмотрите внимательно. Некоторые листочки имеют вот такой вот, как бы, налет бордовый. Вот тут он на просвет виден. Вот он. Поточнее вам, может быть, цвет не очень хорошо передает вот камера. Но это вот такое напыление, как бы, такое немножечко имеющее такой бордовый оттеночек. Как бы вам так вот поближе показать? Может быть... Ну, не получается. Ладно. Поверьте мне на слово. То есть, не все листья сирени жгучи зеленого цвета, чем часто грешат начинающие художники. Имейте это в виду. Поэтому вполне возможно вводить какие-то фиолетовые или слегка бордовые тона в цвет листика. Вполне возможно. И даже нужно, чтобы у нас не получалось такой вот такой жгучей зеленки среди такой нежной сирени. Вот основная ошибка начинающих художников. Именно в этом немножечко не сочетается. Клажу вот листик здесь. Пусть вот так вот лежит у нас. Хотя он так уже начинает немножечко без воды темнеть. Ну вот, будем иметь это в виду. Итак, зеленый. Нет у меня в этой палитре зеленый такой. Нежно-зеленый. Сейчас я ее возьму. Вот у меня какая красочка. Шминке. Майская зелень называется. Но, конечно же, аналог есть и в Невской палитре. Поэтому номер ее писать не буду. Она не соответствует нашей нумерации. Но имейте в виду, вот такая нежно-нежно, такая салатово-зеленая красочка. Сейчас я ее положу на палитру. Итак, наметим зелень. Также обобщаем пока. Без прописок. Пока используем достаточно светлый тон. Вот. Сейчас вы увидите кое-что. На что следует обратить внимание. Значит, вот так вот эта вот гроздь, вот этот вот листочек. Вот это вот. Вот эти листочки. Листочки. А следует обратить внимание на то, о чем я вам говорила. Вот эта вот зеленка не сочетается с таким нежно-сиреневым цветом. Конечно, мы будем это дорабатывать. Но имейте в виду, что при написании сирени очень важно увязать вот этот тепло-холодный, нежный сиреневый оттенок с таким вот достаточно тяжелым, темным, зеленым цветом листвы сирени. Так что давайте пока просто наметим, а потом будем вводить другие оттенки. Так, что у нас вот здесь вот. Зеленая. Зеленочка наша. Это у нас пока практически рисунок красками. Так, какой у нас там цвет, давайте вот мы голубенькому. нашему. Это цвет подоконника. Он зеленый, он белый, но с каким-то таким нежно-голубоватым оттенком. Сделаем так, потому что на этом фоне, на светлом, мы поработаем над детализацией. Всегда ведь легко делать темную детализацию на светлом фоне, это всегда выглядит очень эффектно. И вот тут у нас идет уже набор тона. Достаточно такого сильного оттенка. О чем мы с вами говорили. И вот тут вот уже идет такой тень. Тень с тенью. Тут глухая прям тень с тенью мы с вами еще поработаем. Вот идет прям такой контур. Его сразу можно сделать такой вот. Все синие, все синие пускай у меня смешалось. Немножко смягким вот этот яркий оттенок. Можно уже немножечко. И вот здесь вот обозначить в работе. Только создать определенное настроение и показать откуда идет свет. Таким образом здесь у нас такая достаточно плотная тень. Значит очевидно, что свет у нас идет слева направо. Ну вот такой наброс. И теперь мы приступим к более детальной проработке нашего букета. Итак, чтобы понять как распределяется свет по этому букету, нам с вами нужно абстрагироваться от деталей. Потому что именно детали мешают нам воспринимать целое. Это можно сделать и как-то в мозгах своих, в голове. Но можно взять и такое нехитрое устройство, которое поможет нам увидеть в целом изображаемые предметы без деталей. Я просто беру вот такое вот матовое стекло. Это может быть что угодно. Это может быть просто упаковка от сосисек, извините. Она тоже достаточно матовая, непрозрачная. И за ним исчезают детали, но зато прекрасно проявляется свето-теневой рисунок. То есть мы видим светлые места и темные места. Вот если посмотреть повнимательнее. Сейчас я... Вот гроздь. Тут свет, тут тень. Свет, тень. И когда вы в этом теряетесь и не можете определиться, где свет, где тень, все пестрит там. Берите любое матовое стекло, да просто матовый пакет полиэтиленовый. Посмотрите через него на ваш натюрморт. Вы сразу поймете, как распределять свет и тень в ваших предметах. Что является световой доминантой. Вообще невозможно увидеть, если стекло убрать. Вот сейчас мы прекрасно видим, что самая светлая гроздь из всех соцветий это вот эта. Да? Если мы стеклышко уберем, пойди прочитай это. Не прочитаешь. Это достаточно сложно, потому что там идет на какие-то там четверть тона светлее. Вот. Поэтому пользуйтесь всеми подручными средствами. Прозрачным стеклом для набросков, для определения самого светлого и самого темного места в натюрморте матовым стеклом. И вообще это помогает в общем увидеть нашу композицию. На что мы... Где мы сделаем световые акценты. Да? Очевидно, да? Световые акценты у нас будут здесь. Здесь. Немножко свет пробежит сюда. А здесь у нас практически глухая тень. Итак. Значит, начнем вот с этой светлой центральной грозди, которая располагается вот с левой стороны. Достаточно близко к зрителю. Еще не забываем, что не просто у каждой грозди сирени есть объем, но и не забываем, что у всего букета есть объем. Такая полусфера, и свет распределяется по законам полусферы. Светлое место, свет, полутень, тень. И, опять же, не забываем, что наши любимые рефлексы. Они придадут каждому соцветию свой объем. Но за частным объемом каждой грозди не забываем еще и про общий объем. Тогда у вас букет получится действительно живой. Итак, чем мы можем подчеркнуть, выделить свет? Конечно же, тенью. Чем плотнее тень, тем ярче, светлее выделяются светлые места. Итак, вот это у нас мы определили, что вот это самое светлое у нас. То есть, поэтому делаем достаточно плотную тень. Достаточно плотную тень. Так. Еще плотнее не добрали. Не добрали. Недобор. Боимся, конечно. Я вот боюсь слишком перетемнить. Сразу как-то делать какие-то... Как мы уже говорили о том, что детализации в тени мы не делаем. Мы делаем... Всю детализацию мы делаем светом. Угу. Так. Вот это гроздь. Такая вот тут она даже по... Более бордовых много здесь... Больше здесь оттенков. Вот такая вот. Угу. вот я не будем делать обязательно так вот эта гроздь цвет такой кисточка полусухая много мы не берем воды на кисть чтобы ну по крайней я не беру много воды на кисть чтобы у меня не текло все вниз так вот тут вот очень красивое место выделенная вот этой очень плотной тенью опал тут очень плотная тень вот ее и сделаем она такая сине-зеленая и прочитаем как сине-зеленая плотную тень которая у нас выделяет свет можно и я немножечко здесь посветлить более пламя оттенками более такими салатовыми нежными оттеночками да вот у нас вот эта гроздь идет вот смотрите 1 2 значит 1 1 бугорочек немножко мы провалили 2 буква ну сейчас мы это работаю я все время одной кисточкой кистей не меняю это имитация белки синтетика но не просто синтетика именно синтетика белка фирма рублев десятый номер мне нравится эти кисти потому что вот это то что касается именно акварельма в масле конечно мы не берем этих кистей потому что она и дает острие линию меньше миллиметра ну вот 0 1 миллиметр волос и в то же время может закрыть можно и закрыть большую поверхность там до до скольки там до 3 миллиметров ширину совершенно универсальная кисточку мне она нравится для растирки протирки некоторых моментов то есть когда надо убрать лишний цвет растереть я использую синтетику жесткую любую это имитация щетины наверное так белая синтетика она достаточно жесткая и ей можно протереть какие-то моменты вот убрать цвет лишний что я и делаю вот так вот дальше все грозди закрываем таким же образом в тени темная в масле работаем точно так же с некоторыми поправочками ну точно так же практически вот это вот сложная такая вот гроздь которая она как бы резная и свет такой как он контровое просвечивает просвечивает сквозь вот это вот бутончики вот эти вот очень красиво поэтому пока мы ее оставим мы наверное сразу ее сделаем вот так вот в деталях потому что не хочется ее вот так вот как бы формально делать хочется с ней немножечко вот поработать поиграть вот с этими вот темными темным кружевом на белом фоне это здорово красиво так вот тут вот пересинила теплее это у нас теплее 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 вот это веточка мы ее обязательно сделаем обязательно сделаем симку излишним берем вот здесь вот тот же самый ажур да на светлом фоне хочется с ним поработать с этим ажуром вот эта веточка как такой штаб штаб бывает такие розы штамповые очень красиво на такой палки того как бы дерево и тут у нас такой столь раз на ветка и на ней такая 1 1 трехнутая грозь такая не знаю как растрепанная как встряхнули вот она и не туда и не сюда и не цилиндр вот вот такой как бы такая всклокоченная прическа тоже на ней хочется поработать красиво пахнет восхитительно просто значит зеленку сделаем здесь немножко поплотнее она ближе туда вдаль к окну поэтому приобретает такой холодноватый оттенок вот тут вот более 5 вот такой нежно-зеленые вот тут какой-то вот общий можно дать такой же цвет зеленый голубой зеленый голубой тоже там какие-то интересные плотнее вот здесь сделаем чтобы можно было выделить гроздь поплотнее так там тоже такое кружево но главное с этим не перестараться иначе у нас только будут черные точки надо все красиво но надо какой-то красоты немножечко пожертвовать ради выделения главного второстепенная пусть будет красивым но в все-таки фоном такой второй мелодии аккомпанементом это необходимо да глаз нас наш видит все и все в деталях и все ему красиво но мы же эту работу затеяли не для того чтобы свалить все в одну кашу все равно так как в природе у нас не получится все равно это будет имитация нам важно выделить то что с нашей точки зрения наиболее выразительные в этом букете так вот здесь вот тоже сделано вот раз чтобы выделить вот эти вот грозди на него же будут у нас стены сейчас мы будем делать с вами свет в тени это очень интересно как же сделать свет в тени пока что все делаем тут более глухая тени вот тут вот зеленочка у нас пошла такие вот масса масса тут грозди как бы сливается в единую массу немножко разделены вот такой вот зеленкой зеленкой ныряет форма галочкой такой можно сделать более синий такой середине с этим же зеленым достаточно глухо здесь у нас сводится начинаем набирать мы такие достаточно темные тона и хорошо это тень и соответственно также темно нам надо сделать вот здесь также плотно также темно можно оставить некоторые моменты но тем не менее это уже у нас будет такая вот масса масками решаем москвами маски у нас и будут и темно-синие и зеленые и все вот тень сливается в такую массу цветную 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 массу небольшие такие прогальчики мы оставляем но в основном это темный цвет достаточно слитный очень важно чтобы чтобы кроме формы кроме цвета еще и мы бы смогли передать запах вы знаете некоторые мастера это могут смотришь на розу и она начинает пахнуть вот не знаю как им это дается то есть я надеюсь со временем мы с вами научимся чему-то подобное наши с вами работы тоже начнут издавать аромат изображаемых предметов вот это место я рисую такие примакивания тоже хороши потому что тень у нас неоднородная хоть мы и не детализируем тень но тем не менее тоже стараемся избежать однородности в тени какие-то вот такие моменты беру кисточку немножко другую чтобы как-то просто она не потому что я сменила кистья чтобы немножко и нашу расти ручку немножко посушу чтобы она была потом протрем она еще недостаточно тут немножко у нас тоже однородно получилось поэтому дело исправим однородности чтобы избежать краешек такой драненький сделаем и сейчас уплотним вот это место тень уплотним она немножечко уже просохла уплотним таким синим и зеленым достаточно таким и мать таким можно если в масле это тоже можно делать такими различными приемами художественными и просто кисточкой раз 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 шуршавчик такой как мы с вами говорили в тени такие немножко такие вот искры искры просвечу какие-то места мы уже даже можем не трогать какие-то еще в тени мы с каким-то еще и поработаем вот и так свет в тени вот у нас место темное да вот немножечко вот тут света раз и вот тут контур этот световой пробежал много много я оставила незатонированных мест вот тонируем тонируем целиком потому что настолько светлых мест насколько светлые места здесь здесь не будет ну можно оставить там раз два три так вот совсем уж чтоб вспыхнуло что-то детализации здесь прорисовывание тоже не будет так как это все-таки тень обратите внимание вот достаточно резкий переход от света к тени так мы его и сделаем вот тут тоже затонируем если маслом работаем конечно вот такими вот и тонируем общие массы то надо будет конечно ждать опять вот свет но не такой интенсивный все-таки моего немножечко таким образом и тут будем закрывать тоже цвет вот тут плотноватые я конечно закрыла но ничего сейчас поправим тем что еще больше плотним вот тоже достаточно темно здесь место все-таки вот здесь да у нас светловато еще надо больше уплотнять сейчас сделаем с уплотним оставив некоторые искорки цветовые 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 такая плотная тень у нас получилось можно сделать для выразительности листик можно сделать для выразительности листик можно сделать для выразительности листик и листик в этом году какие-то такие тут тоже масса такая мы потом еще подтонируем немножко тень нам нужно для того чтобы выделить свет не будем забывать об этом свет в тени очевидно да еще раз не такой интенсивный как свет свету да со ним вот это вот место и вот это но очевидно да что в тени свет вот это же свет да но он имеет гораздо более темный тон нежели в свету вот это не стоит забывать я понимаю что все это очевидно но почему-то когда художники начинают писать они настолько видно выдаются в детали что вот целое теряется поэтому очень неплохо в ходе работы смотреть на на тюрьморт в целом вот много раз вот поставим отвостью что писать стеклышко пописали еще раз поставить пописали и тогда мы будем понимать где у нас свет ушел где тень мы не добрали где у нас акценты смысловые цветовые сместились и подправлять это по ходу работы чаще смотреть на работу в целом вот мы для этого в студии отходим от работы подальше чтобы увидеть ее в целом ну таким же образом можно посмотреть на свою работу сквозь вот матовое стекло если нет возможности это типа лишь на натуру посмотрим сквозь стекло сквозь матовая это обобщает и форму и цвет в то же время мы локальный цвет видим лучше потому что иногда но настолько пестрое все что сложно понять вот какой же локальный цвет имеет этот предмет или он сложно освещенный и чтобы правильно подобрать цвет очень полезно вот так вот смотреть на изображаемые предметы в общем сглажена и так продолжаем да вот свет в тени все правильно вот здесь вот у нас свет в тени гораздо получился темнее по тону чем свет в наиболее освещенных моментах что мы сейчас еще сделаем мы доберем вот это вот место вот такой как бы темный валу не брали мы вот она была такой темный вот здесь вот нам надо подобрать это будет полу тень не такая темная как сама тень но тем не менее добираем ее набираем более холодная будем цвета тени это возможно ничего страшного не надо пугаться синих темно-синих какие то есть у нас просветы вот тут кстати мы у нас здесь получился сильный такой засвет что-то может быть у нас не совсем близко к натуре но получилось удачно эти места я думаю не стоит убирать я использую голубой чтобы передать освещенные вот эти зеленые листики они приобретают такое голубоватый оттенок на свету да вот мы посмотрим еще раз вот на этот листик посмотреть правда мне намоченный немножко но тем не менее да видно очень хорошо что вот здесь вот в таком вот освещенном месте когда свет холодный за окна падает на него вот этот зеленый приобретает такой немножечко голубоватый оттенок и если мы начинаем вводить это голубоватый оттенок вот например посмотреть вот на листик на то и эти оттенки и является у нас с вами связующими между нежно-сиреневым и таким плотным зеленым поэтому внимательнее к цвету и все на с вами получится так вот эта тень пошла у нас вот эта тень пошла достаточно плотная вот она вот здесь вот вот часть часть частичная я показала вот здесь вот и на я не не до конца вот это вот светлое место не очень понятно она у нас вот она такое резное резная такая паутень шуршавчик такой опа вот совсем другое дело вот это вот место до одежды я просто вот это сместила немножко эта тень когда намечала не совсем в том месте изобразила вот это вот понижена а тут как раз не было бы вот это вот шапочка светлая ну что сделаешь этим и разгон немножко мы вернемся к этому моменту сейчас немножко подсохнет можно будет побольше растереть и вернуться и вернуться к этому вот дальше вот эти вот листики ой как мне всегда нравилась листва цветок чашечка из тонкого фарфора на просвет и это придает такое вот волшебство и если это научиться сделать делать и придает работе такую какую-то вот звенящую прозрачность поэтому постараемся вот эту вот листик изобразить на просвет это будет такая зелень очень чистая достаточно светлая вот этот вот листик напоенный солнечным светом изнутри ну тут прямого солнечного свет у нас нет хотя иногда вот бывает там солнце просвечивает через вот эти вот листы как вот сделать его светящимся для этого нужно вот эти вот места сделать более темными да несмотря на то что они светлые вот тут вот потемнее сделать и вот вверх такой раз наброска такой сиреневой здесь уплотняю сиреневый цвет а здесь наоборот делаем вот эти вот сиреневые брызги вот эти вот бутончики фонтанчик такой сиреневый поплотнее чтобы вот этот вот листик выделить который у нас светится там ну и вот здесь немножко больше детализация и вот здесь вот этот вот вот это место мы в тени уплотним мы в тени более больше уплотним хорошо хорошо пусть будет бежала побежала побежала тут поплотнее вот это вот место вот здесь у нас будет вот она да вот это свет вот он вот это вот полу паути вот она как-то открывается туда тут тоже зелененьким поработаем такая вот видна веточка зелененькая на которой у нас грозди проскальзывают такие вот листики так вот светлый листик можно здесь только тоже пока заметили иногда вот так вот что-то заметишь может тоже изобразить нам за ним уже за плотной тени можно немножко подтонировать ну вот вот это место мы почти сделали осталось небольшую детализацию ну это мы обязательно в конце сделаем а сейчас попробуем сделать вот это вот место очень красивая да такое вот резное резное красивое на такой вот как бы веточки пак наверх раз расходится да вспоминаем как устроена ветка сирени также как вы винограда есть свои такие веточки маленькие которые входит на которых тоже тут листочек где-то на заднем плане такой стене можно придумать какую-то зелень чтобы заполнить пространстве и тут также вырывается какие-то там детали веточки и достаточно плотным сиреневым с бордовым по бордовым где у нас тут такой бордовые 313 красивый очень бордовые прорисуем вот это вот кружева из бутонов таких вот немножко всклокоченных как прическа с утра также и тут раз вздернулась такая гроздь так произвольно но не забываем о том что вот серий бутончик сирене имеет именно вот такую вот как бы перевернутую капельку палочку а на ней такого такую бабушечку вот такая палочка такая вот ватную палочку чем напоминает потом вот это вот разом распускается и получается такой вот цветочек и чем если понаблюдать то вот эти бутончики они более интенсивного такого цвета такого более бордового если распустившиеся цветы они более сиреневого более нежного цвета то бутончики они такой бордовые уходят цвет и чем бутончик моложе тем он чем он плотнее жжет тем бордовый цвет более интенсивный такие склокоченные вот вздернутый такой бутончик сиреневая такая веточка и тут тень да такая вот плотная плотная достаточно плотная тень вот из этих вот резных таких вот бутончиков она просто вот здесь вот эта гроздь она на зрителя как бы вот так вот смотрит поэтому а тут уже побежал свет свет и цвет становится более нежным с такими голубыми нотками сиреневая с голубым более такое прозрачный более более светлый потому что уже мы уходим свет цвет цветочки распускаются совсем тут есть такие распустившиеся и это нежненькие крестик да помню все сереиумы нас цветет такими крестиками и какие то такие детальки вот и здесь можно немножечко заднюю показать гроздь этому особо нет но тут так получается что вот это вот выделиться так хорошо если мы задний план так вот обобщим как будто там еще там шуршавчик такой сиреневый то чтоб она у нас чпок на нас немножечко вылезла вот здесь можно тоже немножечко дать тона можно немножко голубеньким поработать для букетов какие-то такие сверху голубые тона для цветов это вообще прекрасно сразу дает воздух ощущение такого пространство природным так движемся дальше чтобы показать цвет я уже говорила надо хорошо изобразить тень так вот мы приблизили те теневую часть мы сделали теперь наша с вами задача показать вот эти вот светящиеся гроздья наши с вами главные которые самые светлые на сирене это такая задача очень такая ответственная и здесь у нас на переднем плане больше детализация поэтому повнимательнее вот тут уже у нас в тени проработочка пошла какие-то даже можно изобразить элементы цветка как-то вырывающиеся за пределы да бутончик еще бутончик еще бутончик то есть делаем нашу грозь с вами объемный и как я уже говорила да вот это большая грозь состоит из множества вот таких вот соцветий поэтому не будем забывать это да вот одно соцветия более темно вот тут другое соцветие гвоздь будет более живой если мы разобьем вот это вот на такие вот множественные соцветия и по одну сторону не будем изображать да тут уже бутончик раз потому что это как раз тут распустившиеся уже знаете она прям глазах распускается стоит распускается вот тут можно даже потемнее массами заполнить это у нас с вами будет вот тут можно даже потемнее то есть тут уже более конкретно такая детализация нежели вот в этих вот местах где у нас более глухая тень и свет очень важен переходим от такого темно-бордового к такому более нежно сиреневый сейчас мы сделаем этот замес попробуем сделать вот этот вот нежно-нежно-сиреневый стараемся чтобы так 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 вот вот очень важно важный момент переход вот техник сын по цвету вот это вот необыкновенно важно чтобы у нас с вами это сирень ожила так еще тут поработаем цвету а сейчас сделаем вот это вот гроздь тоже более такие более конкретные детализация стараемся стараемся не одним цветом работать стараемся брать тон то теплее то холоднее чтобы у нас с вами поработаем тенью чтобы выделить цвет да например у нас цвету да мы говорим о том что цвету у нас большая детализация в тени допускается менее детальная прописка центральные у нас с вами как спасибо чтобы насутки считалось что это сирень это место тень вводим тут опять же у нас идут более бордовые вспоминаем бутончики точь-в-точь не обязательно прям вот там три штуки не будем с вами настоящий художник фантазировать тоже распускается немножечко смотрим да цвету совсем освещен немножечко вот так можно делать большие прорисовочки ну так уж прям даваться вот эти грозди друг на другом сейчас поработаем над нижней сделаем лепестки и фон чуть тронем вот эту часть поработаем над фоном и можно будет завершать нашу работу соберем так сказать последние силы в кулак и закончим наши с вами замечательные сирень и так вот это вот грозь тоже представляет из себя вот такой вот кружево контрастная по отношению светлому фону окном подоконник он белый и на его фоне таким графичным резным пятном выделяется вот эти вот бутончики очень красиво идет ветка такая загнутая в камеру ее видно или нет видно немножечко вот и мы ее с вами обязательно наметим наметим веточку вот эту и на нее уже посадим бутончики бордовый фиолетовый больше бордового больше бордового не атаки графичным выделяются красный даже получились ночь тоненький такая сеточка сеточка такая у нас бордовым конечно вы будете рисовать каждый свою сирень она будет не похожа вот на эту фотографию на этот мой букет но я надеюсь что общие принципе по крайней мере на что обратить внимание основное внимание при написании букета сирене вы поймете да чем дальше тем цвет становится более синим мини бордовым и тут уже распустившиеся цветочки мы делаем уже более таким обобщенным пятном уже у нас не палочка так и стопе стал с такой палочкой пятно это у нас гроздь против света такая контровая поэтому можно решить ее чисто графический только то есть не не делать сильные тоновой разницы между вот этими вот бутончиками и цветами просто графикой то есть как бы берем краску и и рисуем вот становится у нас более синим мини бордовый и вот дальше гадится такая вот здесь здесь и выделяем наш с вами свет за счет тень и в масле то же самое выделяем свет за счет интенсивности и правильного цвета тени а то бывает нарисуют красное яблоко такое вот замечательное как у меня кофта красного цвета и делают под ней зеленую тень а так вот там так да так да не так зачем художникам художественной я понимаю что глаз видит определенным образом но мы же должны с вами понимать что в живописи не все так просто что есть еще и такие вот художественные завязки проникновение цветов рядом стоящих предметов друг в друга поэтому не стоит об этом забывать так вот это вот бросить вот это вот дальнего плана тоже особо не будем мы вдаваться в детали единственное сделаем ее похолоднее она там далеко она тоже достаточно светлая но она далеко и поэтому мы сделаем ее по закону воздушной перспективы сделаем ее голубее бледнее голубее менее освещенной она далеко пусть она у нас будет аккомпанементом к центральным нашим соцветиям не должно быть все у нас одинаково художник должен выделять главное и делать так чтобы второстепенное было не просто пятном грязным чтобы аккомпанемент тоже должен быть красивым но и при этой красоте он должен оставаться аккомпанементом вот наша задача этому с вами научиться это не так сложно вот тут у нас достаточно плотная потерпите сейчас откроется второе дыхание потому что сложно не так просто это все достаточно сложно как бы там охра тут первый раз мы берем охру с вами для фона чтобы выделить также вот это вот охра мы поработаем вот здесь можно немножечко подмочить репутацию извините и сейчас осталась нам вот эта гроздь и какие-то вот такие штришки там-сям так называемая финишка это не так сложно но главное нам пройтись выделяя главное и где-то подлисировать более второстепенные вещи ну вот это вот важно так вот это вот она прямо на переднем плане она тоже важна да как мы с вами определили самый большой свет вот здесь вот вообще вот здесь как показала нам вот когда мы ставили матовое стекло самый большой свет идет вот на эти две грозди но мы же с вами художники так как вот эта гроздь находится на заднем плане мы все-таки ее уводим в более темный тон для того чтобы подчеркнуть вот этот вот наш с вами передний план вот эти вот две две три три вот гроздочки вот эти вот сиреневых так и вот по этой грозди мы еще с вами кое-что разберем сейчас пока сделаем вот это то же самое да вот вот эти вот более гордовые передний план прям может выделяться прям рьяно выступать тоже где-то цветочек где-то бутончик на заднем плане 5 цветочек где-то уже раскрывающиеся бутончики вот вот такого имеет такую форму вот тут вот более синим и так что на краске использую как вы видите какие-то прям выпишем какие-то цветочки выпишем это необходимо для того чтобы передний план лучше читался ну вот не пожалеем не пожалеем краски друзья мои и старание прежде всего старание что больше всего жалко художнику художнику больше всего жалко своего труда да не совсем удалась фигура в данной картине но я ее два месяца писала ну что делать засмывать снова как же жалко вот не жалеем своего труда потому что это труд это основа вырабатывания навыков сделаешь рассос то будет просто вот и мы с вами не жалеем своего труда работаем что-то не получилось мы всегда можем переделать а в масле замазать более светлый свет из окна достаточно холодный более детализируем какие-то прям выпишем цветочки тоже пахнет это сирене просто потрясающе просто пенящий такой аромат сиреневый просто необыкновенный а а а а так вот с этой грозе они немножко не правая в том что они очень не похожи получились что-то постараюсь я сейчас исправить тут наверное может быть какие-то вот сделаю тоже бутончики вот такой интересный чтобы сильно взяла взяла очень сильно темно да чтоб они не были уж настолько сильно схожими немножко от ее сделать рыхлой в этом месте хочется и вот здесь соответственно придется добавить да потому что цвету такой интенсивный а вот здесь вот тем не получается у нас немножко провалился сенности как-то так нежно-нежно с углублениями с углублениями с углублениями с углублениями оригинальным компаниям uga brace нам пройтись по зелени чуть-чуть где-то обобщим вот тут немножко не хватает фактуры да совсем уж она у нас потерял все-таки не будем делать что добавим однородная заливочка получилась чуть-чуть такая сирень полыхающиеся на ветру листья так я сейчас предлагаю немножечко сделать фон фон сделать такой вот голубовато охаристый внизу а сверху голубой по интенсивнее сделан буду лисить внизу чтобы не текло сильно слишком отвлекает слишком синий фон лучше вообще фон вещь такая очень нужная на белом фоне чтобы изображение вышло очень красивым это высший пилотаж такой этому несомненно можно и нужно учиться но тем не менее фон хорошо делать сразу видите какой отделяется вот эти вот места у нас когда мы с вами сделали фон тут даже я сделала как будто вот мы смотрим не на цветы в вазе а вкус вкус такой такой интенсивная зелень какие-то вот такие темные не нужно сделать пятна уж совсем как будто на заднем плане ну чтоб не отвлекали учились у нас а вот тень он еще и не испортить надо работку коричневый такой земляной подходит цветом всегда немножко слить это надо когда соединить когда это немножко посохнет я чуть-чуть пробегусь вот лессировочка по нижней части вверх пусть у нас будет небесный вот солнце пришло уже вот специально стал сюда это у меня юго-запад запад запад западная страна не охватила не скоро солнце придет на солнце уже начало приходить поэтому вот это вот уже появляются тени поэтому сейчас будем уже заканчивать с вами работку чувствовать объемный мастер-класс в реальном времени ничего не сокращала сейчас еще вот здесь вот хотелось добавить этих листочков немножко сохрый вот это вот зелье вот это вот зелье т routinely все которую вы ビ прозрачные где-то надо слить туда я сделал какой-нибудь все-таки центре листик есть как-то вот на зрителя вот хочется листик освещенный заднюю листовая линия освещенная ну не забываем особенно если пишем маслом добавлять какие-то бордовые оттеночки в эту лиственное масло чтобы так уж и свет так уходит что плохо видно да чтобы все мы заканчиваем уже вас а 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 какие-то детали могут быть придумываем что-то с натуру вот главное что было вот этого жилось и вот это совсем забыла можно еще вот тут вот немножечко поработать что-то сделать ничего не делать вот так вот не быстро но тем не менее мы с вами справились и написали букет сирени я надеюсь что вы теперь станет вам более понятно как писать этот в общем достаточно непростой по архитектуре цветок куст цветущий и я надеюсь что у вас все получится цвет разверну чтобы видно было что у нас с вами получилось это конечно можно еще немножко уточнить детализировать где-то там добавить тенях или в свету но в общем-то смысл я надеюсь вы поняли благодарю всех за внимание очень по вам всем скучаю надеюсь мы все сентябре увидимся до свидания подписывайтесь на наш канал и за студии имени степашкина смотрите наше видео учитесь и учить нас тоже комментируйте наше видео всем до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...